Пачанга. Сейчас он нам пачангу кинет. Рацияс. Вот он, вход. Это, видите, пограничник стоял. Государство. Весь в желтом. Серьезная очень была, конечно, граница. Очень серьезная. Но мы ее проникли только что. Увидели, как это произошло. Мы с вами только что вошли в государство Сан-Марино. Таким вот образом оно выглядит. Это, можно сказать, приграничная зона. Вот прямо, смотрите, видите, у границы все. Приграничная зона вот такая вот. Сейчас мы потихонечку, шаг за шагом. А шаги здесь надо делать не детские, потому что на подъем идем. Вот шаг за шагом. Дойдем, я думаю, до какого-нибудь центрального места. Вот, буду вам показывать. Бутики. Так, цены не написаны. Но написано, что скидки. Вот, смотрите, скидки, скидки, скидки. То есть везде скидки. Вот, пиццу можно поесть. Можно сумочки приобрести. Ну, такой насыщенный, конечно, город. Это даже не город, а страна. Это страна, друзья мои. Мы зашли только что в новую страну. Интересно, сколько в этой стране городов-то. Это пока остается загадкой. Но это мы попозже тоже узнаем. Мы еще находимся в подступу в центр. Так, так, куда же идти? Ну, я думаю, что я по-любому правильно иду, потому что здесь такой трафик не детский. Значит, народ идет оттуда. Вы видите, парфюм продается. Трактория здесь есть. У нас, смотрите, парфюма сколько. Так вот все это выглядит. О, красота, красота. Нет, красивое место. Очень даже красивое место. Вон, сувениры, сувениры. Вот, допустим, зажигалка 19 евриков, я так понимаю. Да, вон, ручка какая-то 55 евриков стоит. Ну, такие здесь цены. Но это все сувенирные дела. Видите, 12 евро, 12 евро. Вон, разные марки, там открытки. Все такое чисто сувенирное. Магазин. Вот. По внешнему виду, по первым впечатлениям, можно сказать, что страна живет за счет туризма в первую очередь. Я так думаю, не знаю, друзья. Мы вряд ли здесь есть какая-нибудь нефть, газ. Вот, и другие полезные и неполезные ископаемые. Но, походу, живет за счет туризма. Посмотрите, все здесь продается. В том плане, что сувенирное все, да? Так, это какое-то космическое здесь предложение для космонавтов. Ничего себе. Это что такое, 8D или что-то такое? Диски какие-то продаются. Какие-то новые технологии страны Сан-Ремо. Ой, Сан-Марина, точнее. Уже Сан-Ремо говорю. Сан-Марина. Друзья, находимся в Сан-Марину. Сан-Ремо. Это у нас Лигурия. Это другая сторона, да? Другая часть. Тинжалы, ножи. Такое ощущение, что вся страна состоит из одних сувениров. По крайней мере, приграничная зона точно выглядит именно так. Смотрите, сколько барахлишка. Барахлишка, диски. Даже вот эти диски они продают. Неужели до сих пор на вот таких вот крутят что-то? Или в Сан-Ремо остановилась эволюция? А нет, это вот типа, короче, блошиный рынок. Я вам эти блошиные рынки показывал. В каких странах мира я вам только не показывал эти блошиные рынки. Вот здесь что-то в этом роде, я так понимаю. Потому что это все уже древнее барахло. Я не думаю, что сейчас кто-то еще до сих пор на дисках фильмы смотрит. Сейчас покажу вам сказочную красоту. Вид сверху. Так, вот какие-то футболки вон продаются. Сумочки. Вот тоже футболки, футболки, футболки. Видите, сколько футболок. Смотрите, какая прикольная. Такая легкая, кстати, футболочка. И вот такой сказочный вид. Смотрите, какой. Отсюда. Магазин для рыцарей. Видите, шлем. 100 евриков стоит, пожалуйста. Вот перчатки. Видите, какие. За 50 евриков. Такой конкретный для рыцарей. Вот броник такой. Кожему. Смотрите, 180 евро. Чтобы вас кинжалом не протянули. И очень много другого бархана, в том числе футболки. И здесь вот целое полностью агунтирование, я так понимаю. 420 евро стоит. Очень серьезные такие вещи здесь. Так, секцион. Это вот для женщин тоже. Так, какое-то радио здесь вещает так громко. И здесь фуникулер, оказывается. Смотрите, какой. Работает. Можно спускаться вон туда. Ничего себе вообще красота. Посмотрите. Просто красота. Я думаю, что надо будет прокатиться на фунокулерчике. Посмотрите, вид какой сказочный. Просто сказочный. Посмотрите, какой я магазин здесь нашел. Это просто космос вообще. Смотрите. Просто посмотрите, что здесь творится. Выбор. Я такого выбора ни в одном магазине еще не имею. Посмотрите, сколько всего. Смотрите, здесь все есть. Вот реально. Ну, не знаю, может, чего-то нету. Но просто осмотришь. Настолько огромное выбор здесь. Чисто такой военный магазин. Смотрите сюда. Вот, допустим, вот этот. 169 евро. Мощный, да, такой? Магазинчик. Пишите, чтобы вы из этих выбрали бы. Я даже не знал, что такое количество вообще разновидностей оружия существует. Не страшно. Смотрите, сколько часов. Но реально здесь просто очень-очень много. Понятное дело, что здесь боевого оружия, естественно, нет. Скорее всего, да. Так, думаю, все остальное здесь есть. Так, может, себе какой-нибудь мундир здесь приобрести. Сейчас посмотрим. Все тут есть. Просто реально все. Посмотрите. Вообще, просто все. Любое бархон здесь имеется. Вон, кипончики. Посмотрите, сколько кипончиков, только как их каски. Перчатки. И потом резко так раз. И такой сказочный, просто сказочный вид. Смотрите, какая красота. Да, государство, конечно, красивое. Мечатель скажешь. Представляете, оно наверху лежит, получается, да? То есть, в самом верху. И вот такой вот обзор сверху, на самом деле, очень красиво. Все это выглядит. Вот такой вот сам Марино у нас. Пока не знаю, где буду здесь останавливаться. Пока так иду. Если какой-нибудь отель будет, походу, вот, этой пьесы, да, то, наверное, туда я за рулю. Если не будет, то где-нибудь найду кафешку. Вот там присяду. Зайду в интернет и посмотрю, что здесь в наличии имеется. Вот тоже оружейный магазин, еще один. Так, мы пойдем вверх. Посмотрим, что у нас здесь с этой стороны. Пока я здесь ориентируюсь плохо, просто иду вверх. Хочу дойти до самой высокой точки, если здесь такая вообще существует. Вот, смотрите, какая красота. Архитектура мощная. Поворачиваем на очередной поворот. Зарулил там магазин обувной. Ну, одежда там вообще продается, да. Хотел посмотреть, что есть. Вот, очень много разных брендов. Такие интересные пачангоходы там тоже были. Вот, и разговаривают на русском языке. То есть, все, что связано с одеждой, насколько я понял, да, магазины одежды. Везде есть русскоговорящие. Ну, по крайней мере, то, что я пока наблюдаю, не знаю. Возможно, есть такие магазины, где не работают русскоговорящие. Но пока они есть. Везде у вас, смотрите, магазин сувениров. Очень большое количество разного бартишка. Здесь тоже такие ожерелья, джанасики, вон, сережки, крытки. Вот, в общем, много чего тут есть. Так, а мы пойдем дальше. Еще выше мы пойдем. Вот еще один оружейный магазин. Я же говорю, здесь реально вот с оружием что-то, какая-то тема. Не знаю почему. Если кто знает, напишите. Интересно будет узнать. Потому что я уже не первый магазин, как говорится, вижу, да. Просто один за один эти оружейные магазины. Возможно, здесь у них какая-то оружейная зона. Беспошлиная или еще что-то там. Посмотрите, ремни какие продаются. Очень интересные тоже ремни. Выбор такой немаленький. Не знаю, насколько они качественные или нет. Но цены у них небольшие. Там 20 евро, 18 евро было написано. Вот. Идем вперед. Красивые, да? Места, смотрите. Вот так присаживайтесь. Заказывайте себе кофе или что-нибудь еще. И сидите, любуясь этой сказкой. А еще лучше вон туда сесть. Я думаю, мы сейчас туда и приземлимся. Если там еще будет вид вниз, то... Ааааа, ничего себе, смотрите. Это еще не все. Вон там, видите, продолжение идет. Так что здесь мы садиться не будем. мы пойдем дальше самый верх пойдем здесь конечно красивое место разговора нету но мы пойдем еще выше я представляю какие-то местные жители здесь ходят они наверно такие здоровые все потому что если каждый день вот так здесь круги такие нарезать то по-любому будешь здоровым вообще ходьба очень полезно с резаком немного тяжеловато это на гору ходить да но все равно здоровье для хорошо это сказка так вот еще одна площадка видите здесь как бы весь город так идет самого низу да то есть поднимаешься площадка потом еще одна площадка потом еще одна площадка вон там смотрите можно фото делать потом их даже отдают все правильно понял дошел до очередной точки смотрите какая здесь красота вот так все выглядит и вон там вот видите башня не знаю сейчас наверное мы до нее тоже дойдем я так понимаю что эта дорога туда должна идти так он развивается не знаю кто это но явно на пачанге чувачок так хорошо здесь тень такая знаете прохлада сегодня очень жаркий день прогуливаясь по этим улицам очень реально жарко вот здесь просто такая как отдельный мирок попадаешь на так спокойствие тишина такая красота посмотрите какие места просто сказочные места вот такая сегодня трапеза вожде на древнем столе сан-марино видите какой здоровый авокадо вот мы саквояж вождем сейчас перекус делаю оба и дальше какой вкусный просто безумно вкусный зритель как он смачный такой здоровый такой насыщенный просто сказочного к до это что-то невероятным всем кто есть вождем приятного аппетита смотрите какая высота не знаю сколько здесь бит в прошлом происходило здесь такое ощущение что здесь прямо какой-то культ оружие навеки делают это руси оружие и интересный то что вот это сам марина общем что-то это или женское имя или скорее всего я думал что это море что-то с морем связано потому что здесь рядом есть море оказывается сам марино ну той сам и ты как бы святой до окается марино это имя mäリ ну с серебиной он звала в общем это мужское имя вот он сюда прибыл с каких-то мест Он где-то оттуда, вот с этих вот мест он прибыл сюда и здесь основался и построил или вот эту крепость он построил, или же начало этой крепости он, ну, по крайней мере, заложил, скажем так, да, то есть это место основал, получается, человек, который зовут Сан-Маринов. Бойницы, да, я не буду утверждать, но вроде бы это бойницы, посмотрите, как они сделаны. Вот она, вторая башня. Вот она, покажу вам, смотрите, видите, это городской налог, платишь, а так вот независимое государство, видите, чтобы зайти на башню, надо платить. Вот такую вот карточку дают, красотик носил ее, такая карта. Смотрите, как выглядит, на самом деле, красиво, я ее даже сохраню, не знаю, правда, куда я потом деду, но пока я ее сохраню, то есть не выкину, это билет, то есть необычный такой билет, да. Куда надо идти, сюда? Ага, вот сюда вот, заходим. Вот такой вот, смотрите, камин, такой мощный камин, о, ничего себе, здесь какие серьезные дела творятся-то. Это музей получается. Здесь не просто, я думаю, здесь просто, ну, как бы стены, просто башня, да, оказывается, здесь музей еще, вон, кольчуги висят. Вот так жили когда-то здесь люди, носили вот эти кольчуги, защищали свою крепость, я так понимаю, здесь какой-нибудь ордер, сан-марино какое-то было, и были рыцари, которые доблестно бились, не на шутку, так бились. Видите, смотрите, какие, чтобы руки защищать в битвах, потом не только руки, посмотрите, а вот эти места тоже вообще прикольно, да. Вот так все это выглядит. Вот, смотрите, какой серьезнейший, просто прикидь, просто серьезнейший. Интересно, тогда модельеры вообще были или нет? Вот показ, но вот такие, знаете, выходишь в таких доспехах. Ох ты, да это вообще космос, посмотрите, чего здесь толка нет, вот реально здесь все оружие, старинное оружие. Посмотрите, сколько его много здесь. Такой маленький даже есть, это для вскрытия писем. Нет? А, нет, он такой треугольный, это не для вскрытия писем, это уже для жала в сердце, скорее всего. Да, очень интересно, вот такое вот окно здесь. Вот вид из башни, сан-марино. Вот еще сабли, есть какие-нибудь даты у них вообще, вон 1566 год написано. Вот это все, вот щит какой, посмотрите, какой щит. Притом не просто обычный щит, да, а произведение искусства, видите, как он с рисунком весь такой. Вот сабли, 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 эти тоже, наверное, 1566 этого же года. Да, очень серьезный музей, и очень серьезное оружие, по крайней мере, для тех во времен. Смотрите, как они выглядят, они необычные, концы какие-то необычные, видите? Посмотрите вообще. 1575-1825 годы. Вот это вот представлено все. В общем, очень много оружия, друзья мои, вот щиты, пистолеты. Огромные, это щиты вот реально огромные. Вот сабли, кинжалы, чего только здесь нету. Очень интересно все, вот даже тяжелая артиллерия здесь наблюдается. Пушки, смотрите какие. Так, пойдемте, покажу вам, что у нас наверху. Посмотрите, как все это выглядит. Это просто реально произведение искусства. Смотрите. Просто сказочно это выглядит. Я любитель оружия, я думаю, что это вообще фантастика. Эксклюзивные экземплярчики такие. Так, а мы пойдем выше, посмотрим, что у нас тут наверху. Что-то у нас тут должно быть. О, здесь то же самое. Тоже пистолеты. Вот. Герб какой, видите? Мощный. Обратите внимание, это пистолет со штыком. Смотрите, штык-нож, да? Смотрите. Это какие года? Получается, так, тысяча, 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 восемьсот тридцать третий написано. Тысяча восемьсот тридцать третий. Вот маленький вообще такой, дамский так называемый пистолетик. Броники вообще мощные. Это на голову надевает. Шлем какой. Не, ну, здесь реальный музей, друзья мои. Насчет оружия. О, смотрите, какой экземпляр. Вообще необычный какой-то экземпляр. Посмотрите, как он выглядит. Приклад какой огромный. Посмотрите, огромный приклад. И сам ствол какой, смотрите, малюсенький такой, да? Вот здесь выход у нас. О, здесь вот такая красота. Представляете, вот здесь вот они жили. Я так предполагаю, что с этим оружием отбивались от врагов. Ну, у них место просто шикарное. У них реально шикарное место. Это вот место, да, именно для рыцарей. Для таких мучангасов, чтобы просто жить и сверху, как орлы, наблюдать за всем этим. А все те, кто недоволен, которые приходят сюда с мечом, как говорится, да? Чтобы от меча они здесь и погибали. Так, сейчас попробую вот сюда вот наверх еще залезть. А вон, соседняя башня. Смотрите, какая красивая тоже соседняя башня. Вид какой на нее. Вообще, просто сказка. Просто реальная сказка. Брависсимо, Франчи! Ух ты! Тоже больницы, видите, какие, смотрите. Башня какая. Это первый этаж. Ну, или нижний этаж, да? Сейчас покажу вам. Верхний. Здесь тоже вот окошко такое. Здесь очень узко. Ой, я саквояжу сюда с трудом пролазью. Просто реально с трудом пролазью. Но пролез. О-о-о! Посмотрите сюда. Это что-то сказочное. Это просто невероятное что-то. Блин, как они здесь красиво. Жили или живут. Что-то невообразимое. Я здесь с трудом, кстати, прохожу. Потому что узко. И на поворотах у меня саквояж. Задевает. Смотрите, какая красота. В общем, дошли мы до самого верха, да? Как вы поняли. Вот этот флаг развивается. Который он показывал. Вот все. Выше только небо, как говорится. Нашел такое тихое, спокойное, сказочное место, где нету туристов. Вот просто спокойствие и тишина. Смотрите, никого нет. Видите? Такая кафешечка. Очень красивая кафешечка. И вот с таким вот видом. Сижу, друзья мои. Пью. Естественно, за здоровье граждан великой Пачанга империи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok